Зелёное яблоко Такой же эксперимент я провёл в социальных сетях Я выложил это видео и просил определить, какое яблоко настоящее И, честно говоря, я думал, что это более чем очевидно Но на самом деле порядка 40% людей не смогли быстро отличить, какое яблоко настоящее, а какое нет Большинство из тех, кто ошиблись, кстати, были художниками Как вы видите, при помощи даже такой простой манипуляции, созданной при помощи мобильного приложения Можно достаточно круто обмануть наш мозг Недавно я прочитал, что миллиардеры из Силиконовой долины вкладывают огромное количество денег В то, чтобы найти выход из виртуальной реальности Откуда они определили, что мы вообще там находимся? Оказывается, Илон Маск в одной из своих лекций на конференции Сказал, что он допускает вероятность того, что, возможно, мы находимся в виртуальной реальности И заявлений одного экспертного человека уже было достаточно для того, чтобы все усомнились То, что мы усомнились, это означает, что мозг — это единственный орган в нашем теле, который отличает виртуальный мир от реального мира И периодически он может ошибаться Когда я был маленьким, мир вокруг меня был по большей части материальным У меня был телевизор, потом появилась компьютерная приставка, потом появился сам компьютер Но все равно отличить, что было настоящим, а что было виртуальным, было достаточно просто Потому что все эти объекты были, по сути, коробкой с экраном Все, что находится на экране, все, что показывается на экране — это виртуальное Все, что находится наружу — это материальное Все было понятно и просто Мир, который окружает меня сегодня, уже не является настолько абсолютно материальным Я занимаюсь искусством виртуальной реальности И мама советует мне найти нормальную работу, пока еще не совсем поздно И действительно, художник, который занимается виртуальной реальностью, он достаточно странный вид творца Потому что, с одной стороны, он не совсем режиссер Потому что произведения его нельзя показывать классически в кинотеатре Но, с другой стороны, он и не совсем современный художник Потому что он скорее все-таки режиссер И участвует он по большей части в кинофестивалях, а не на выставках Мой дедушка был нормальным художником, который обучал меня рисовать при помощи кистей и красок Точно так же, как обучали его самого И вообще, в принципе, было принято и всем понятно, что любое произведение визуального искусства должно обладать какой-то материальной формой Будь то картина, скульптура или макет автомобиля ЗИЛ Со временем роль художника в современном обществе, она поменялась И от человека, который занимался производством визуального контента Он скорее пришел к философу и мыслителю И роль современного художника, роль современного искусства, задача — это заставить человека мыслить Виртуальная реальность — это скорее осознание явлений не через разум, а через ощущение Искусство виртуальной реальности возвращает человека к эмоциям В этом отношении это, наверное, близко к экспрессионизму в живописи и к театру У которых основная задача — это эмоциональное воздействие на зрителя Но в искусстве виртуальной реальности, в основе искусства виртуальной реальности Лежит не только эмоциональное воздействие на зрителя, но и обман Обман его органов чувств — это создание искусственных ощущений Мы привыкли, что чем бы ни было искусство, будь то картина, тотальная инсталляция или перформанс Мы взаимодействуем с ними при помощи нашего зрения В основном мы реже участвуем как бы своим телом Виар в этом отношении действует как наркотик Он при помощи реалистичных образов заставляет наш мозг вырабатывать гормон в ответ на несуществующие раздражители Иммерсивные шоу в том числе использовали не только зрение человека, но использовали и тело человека Но все равно даже в иммерсивных шоу, как, например, похищение человека или еще что-то Он испытывает страшные эмоции какие-то или еще что-то Но так или иначе он все равно остается в реальном физическом мире И его тело действует по законам физического мира В искусстве виртуальной реальности тело человека получает свойства другого мира В этом отношении виар-художник становится немножко более манипулятором Виар это самое на данный момент зрители ориентированное искусство Потому что если раньше для художника искусство представляло собой скорее акт самовыражения То сейчас виар не существует без зрителя Виар в любом случае делается для того, чтобы его кто-то посмотрел Для того, чтобы кто-то погрузился И художник он скорее как мейнстримовый режиссер Который использует познание в психологии и физиологии Для того, чтобы провести зрителя по тому, что он придумал Современный художник, который работает с виртуальной реальностью Он перестал создавать объекты Он создает экспириенсы Больше всего, наверное, в этом преуспел сейчас мексиканский режиссер Алехандро Ниариту В своем экспириенсе «Кровь и песок» он погружает зрителей в вопрос нелегальной эмиграции Его работа была представлена Вот сейчас мы увидим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это знаковая работа по многим причинам Во-первых, сейчас это одна из самых лучших работ Которая четко отвечает на вопрос Почему VR? Потому что мы не просто смотрим историю Мы становимся непосредственно самим участником Во-вторых, она знаковая Потому что Ниариту за эту работу получил Оскар Это первый Оскар вообще, в принципе, за VR-произведение За особый вклад в развитие кинематографа В своей работе я задействовал человеческое тело и физический театр Всеволода Мирхольда Я исследовал вопрос тоталитарного строя и диктатуры Но мне не хотелось сделать это классическими художественными приемами Поэтому в качестве тоталитарного общества я рассмотрел сам по себе театр Всеволода Мирхольда А его самого режиссера сделал самым главным злодеем и диктатором Мне хотелось, чтобы человек, погружаясь в мой экспириенс Оказался в страшной, жуткой машине Оказался бы театром в безумном мире обезумевшего режиссера И для того, чтобы выжить, он должен подчиниться его воле Жить по законам биомеханики И для того, чтобы выжить и двигаться дальше в этой истории Он должен занимать определенные позы Человек оказался, почувствовал себя маленьким винтиком в огромной жестокой системе И понял, что такое ощущение полной беспомощности На английском языке произведение, которое создается в формате виртуальной реальности Называется «Experience» Самый близкий перевод на русский язык — это опыт И VR-арт — это, наверное, больше, чем впечатление Это больше, чем эмоция И это больше, чем опыт VR-арт — это именно «Experience» Спасибо 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 Спасибо